Многие проблемы современных городов зародились еще в Древнем Риме. В Риме проблемы безопасности были больной точкой империи. Разбойных нападений было больше, чем в любом другом большом городе того времени. А все потому, что он был густонаселенным городом. Только сумасшедший мог выйти в Риме ночью на улицу. На минутку задумайтесь, город с миллионным или даже с полуторамиллионным населением, без света. Вы представляете, как опасно было в Риме? Прохожих ожидало много опасностей. Во-первых, вы помните из прошлых видео, что, проходя между близко стоящих инсул, на голову часто падал мусор, потому что его просто выбрасывали с верхних этажей инсул. На прохожего также выливались нечистоты из ночных горшков. Но самое страшное – уличный разбой. В то время все больше жителей старались закрывать окна, выходящие на улицу. Так что загромождали себе вид из квартиры. Богатый римский дом занимал большую площадь, а вот комнатки в инсулах, где жили простые римляне, были 20-30 квадратных метра. Богатый римский дом, он как маленькая крепость. В нем почти нет окон, разве что несколько совсем маленьких, да и то высоко расположенных. Нет и балконов. Наружная стена ограждает дом от внешнего мира. Все эти меры предосторожности для того, чтобы избавиться от воров, которые в то время пытались проникнуть в дом богатых людей. Ведь вроде бы в доме нет окон. Тогда откуда же проникали нежданные гости? Дому сделан как колодец. Посередине отсутствует целый кусок крыши. Через это квадратное отверстие проникал свет во внутренний дворик, а потом расходился по боковым помещениям. Через это же отверстие в дом попадала и вода. Поверхность крыши сделана под наклоном. Дождевая вода стекала с крыши и попадала в широкий квадратный бассейн в середине дворика. Древние римляне – очень умные и изобретательные люди. В бассейне собиралась дождевая вода, которая потом использовалась для повседневных нужд. Двери домов и торговых лавок запирали, укрепляя цепями. Казалось, все железо, производимое в Риме в то время, шло на производство цепей и кандалов. Как вы понимаете, чем выше плотность населения, тем выше уровень преступности. Древнеримские власти, в том числе и император Август, безразлично и равнодушно наблюдали за этой стороной жизни общества. Они отгораживались от простого народа огромными стенами. Вот, например, форум Августа и стена, которая отгораживала форум Августа от злачного района Древнего Рима от района Субура. В общем, каждый был сам за себя. Если в лавке украли какую-то вещь, то тут же объявляли награду, кто найдет и вернет. А также объявляли вознаграждение тому, кто приведет вора. Вот, например, однажды один лавочник поставил фонарь на тротуаре напротив входа в свою лавку. Проходивший мимо воришка вдруг схватил фонарь и бросился на утек. Торговец спустился в погоню, догнал вора и в драке подбил злодею один глаз. Или еще один пример. Однажды уставший римлянин возвращался домой, держа в одной руке зажженную свечу и загораживая ее от ветра ладонью. На пути встретился пьяный верзила. И не важно было таким людям, что ты тихо идешь домой, ты все равно будешь избит и ограблен. Древнеримский поэт Ювенал писал, что можно было радоваться, если после ночного нападения у жертвы останется хотя бы пару зубов. А всему причиной уличное освещение, а точнее сказать, полное его отсутствие. Древнеримские многоэтажные инсулы загораживали солнечный свет днем, а ночью освещения не было совсем. Не было и точного адреса. В то время были адреса описательные. Например, лавка напротив источника воды у храма Юноны. Те, кто все-таки рисковал пройти по темным ночным улочкам, должны были идти с кем-то в компании и быть вооруженными не только факелом, но и оружием. Рим был поделен на районы, и в каждом районе были свои местные преступники. Те, кто долго засиживался в гостях на богатом банкете, например, как у Лукула, должны были окружить себя рабами с факелами и оружием, чтобы не подвергнуться нападению со стороны местного преступного мира. Как правило, на вечерние банкеты ходили со своими рабами. В то время в Риме было сформировано войско на лошадях из 300 человек, которые следили за порядком в городе. Но войско было слишком маленькое по сравнению с городом. Проблема освещения города была не только в Древнем Риме, но и в Средневековом, а точнее даже и позже. Только после назначения Папы Пия IX в 1846 году было введено первое ночное освещение в Риме. Даже сейчас, гуляя по Риму в вечернее время, город кажется очень темным. КОНЕЦ КОНЕЦ Мы говорим о преступности, а санитарные условия в таком перенаселенном городе, они были далеко не идеальными. Как мы уже знаем, существовала примитивная канализационная сеть, соединявшаяся с главным сточным каналом, так называемым Клоака Максима. В недавних видео я рассказывала про общественный туалет Древнего Рима. Кто не смотрел, обязательно посмотрите, очень интересно. Так вот, все нечистоты стекались в Клоаку, которая, кстати, до сих пор сохранилась. По подземному каналу нечистоты спускались в Тибор. Про то время мы тоже знаем, что уровень воды в реке часто поднимался, и нечистоты возвращались в город. В такие дни в Риме стояла страшная вонь. Кто уже давно смотрит видео на моем канале, знает, что я часто показываю отметки на домах от наводнений. Они очень высокие. Хорошо, что был такой бизнес в Риме, когда римляне продавали свои нечистоты в качестве удобрения сельским производителям. Неприятное, но доходное занятие. И город был чище. Извините, что так подробно рассказываю. Интересно, что канализация в некоторых домах была соединена напрямую с садами. А когда плантация была большая и своей мочи не хватало, то ее покупали. Хозяева гранатовых плантаций часто платили за такое удобрение, покупая ее у владельцев общественных туалетов. Ведь, конечно, лучше продать, чем вылить нечистоты в клоаку. Человеческую мочу использовали в качестве удобрения для различных растений. По мнению римлян, особенно хорошо от мочи росли гранаты. Они становились большие, сладкие и спелые. А собирание мочи для стирки? Римляне всегда могли отдать свою грязную тогу в прачечную, где ее вновь делали белоснежной. Работники прачечной замачивали одежду в тазах, наполненных мочой, а затем голыми ногами топтали ее, чтобы жир и грязь быстрее отошли от ткани. Затем небольшое полоскание в чистой воде, и хозяин получает чистую одежду. Мочу собирали в огромные сосуды, которые стояли не только возле дома, но и на улицах, как, например, сейчас стоят урны. Не всегда сосуды были прочные. Часто они бились или просто падали. Можно представить, какая стояла вонь, по-другому и не скажешь. Удивительно, но мочевой бизнес был столь доходным, что даже был обложен императором Веспасианом специальным налогом. Я уже об этом рассказывала, но вдруг кто-то из вас не видел это видео. Так вот, выражение «деньги не пахнут» именно про этот бизнес. Уж слишком много времени я уделила на рассказ про этот бизнес, но вернемся к мусору. Не сказать, что с мусором в Древнем Риме совсем не боролись. Была должность в Риме «Эдил». Человек, занимающий эту должность, должен был следить за чистотой улиц в прямом и переносном смысле. То есть, одновременно был смотрителем, дворником и полицейским. Все владельцы лавок, мастерских отвечали за чистоту участка улицы перед заведением. Иногда помогал очистить город и природа. После хорошего ливня город всегда был чистый. А также вода, которая текла в город по акведукам, а затем распределялась по питьевым фонтанчикам. Эту воду никто не перекрывал, и она текла ручьями по улицам города, кое-где смывая грязь. Если вы были в Риме, то, наверное, заметили, что и сейчас вода в питьевых фонтанчиках течет 24 часа в сутки, и никто ее не закрывает. Это все ерунда. Но самое ужасное в то время было найти в куче мусора, брошенного при рождении младенца. Таким детям давали имя, найденный в куче дерьма. А затем продавали их на рынке. Также можно было найти мертвых гладиаторов, их относили на свалку возле Тибра. Туда же бросали несчастных рабов, иногда еще живых, но старых и немощных. Хотя это и звучит ужасно, но это было. В городе было много бродячих животных. Собаки, сбившись в стаи, пугали население. Иногда можно было застать их запоеданием человеческих трупов. Император Веспасиан. Тут позвольте мне всего два слова сказать про императора Веспасиана, чтобы те, кто не знает о нем, мог иметь хоть какое-то представление. Видя главные достопримечательности, не все знают, при ком это было построено или восстановлено. Веспасиан отстроил сгоревший капитолий, он застроил улицы после пожара 64-го года, украсил город огромным храмом мира и колоссальным амфитеатром, который сейчас мы называем Колизеем. Ну и Веспасиан вел налог на мочу. Выражение «деньги не пахнут». Теперь вернусь к нашему рассказу. Так вот, в городе было много бродячих животных. Иногда можно было застать их запоеданием человеческих трупов. Император Веспасиан однажды пришел в ужас, обнаружив, что его собака припрятала под его обеденным столом изглоданную человеческую руку. Видимо, пес побывал на каком-то пиршестве со своими сородичами. Большая часть такой документальной информации дошла до нас от людей, которые описывали жизнь Древнего Рима. Вот, например, у поэта Марсала есть строки о том, как умирающий в нищете римлянин, лежа в городской пыли, пытался из последних сил отогнать от себя свору голодных собак и кружащихся над ним воронов. Закончить это небольшое видео о преступности, антисанитарии и освящении Древнего Рима я хочу небольшим рассказом о самом знаменитом бандите Древнего Рима. А звали его Булла Феликс. А точнее, Булла Феликс это не имя, а прозвище. Еще и труски придумали хранить амулеты в запаянном металлическом сосуде булле, а римляне позаимствовали у них этот обычай. Потом буллой стали называть запечатанный цилиндр с любым важным документом. А в средневековье буллой стали называть уже сами важные документы. Это указы и папские послания. Второе слово Феликс переводится как «счастливый». Булла Феликс таким образом означает «счастливый амулет» или «амулет счастливчика». Булла Феликс был преступником при императоре Септиме Севере. У него была банда численностью в 600 человек. Это были избежавшие рабы и императорские вольноотпущенники, которые при службе в армии получали маленькое жалование. Но рабы вообще ничего не получали. В течение двух лет их не могли поймать. Ему удавалось оставаться неузнаваемым, даже когда его узнавали, ненайденным, когда его находили, не схваченным, когда его захватывали. И все это благодаря щедрым взяткам и изворотливости. Где-то здесь, на Апиевой дороге, подстерегали перевозчиков товаров разбойники буллы Феликса. У буллы Феликса в каждом городе были свои люди, которые снабжали его ценнейшей информацией, благодаря которой им удавалось завладеть богатой добычей. Он имел сведения обо всех, кто покидал Рим, что везут и куда. А также ему помогали местные жители, считавшие буллу Феликса благородным разбойником, что-то вроде Робин Гуда. Благородный булла Феликс охотился только на богатых, никогда никого не убивал, только грабил и отпускал. Хороших мастеров брал в плен, пользовался их мастерством, например, по изготовлению оружия и отпускал с вознаграждением. Септимий Север послал целое войско своих телохранителей для того, чтобы те любыми путями доставили ему бандита, который порядком уже надоел. Охота на банду булла Феликс длилась два года и однажды узнают, что разбойник состоит в связи с чужой женой. Обещав ей освобождение от наказания убедили ее с помощью мужа оказать им помощь. Благодаря этому разбойник был схвачен, когда он спал в пещере. Закончилось все тем, что его бросили на растерзание диким зверям, а его банда была распущена. Без главного бандита булла Феликс она была не опасна. Вся сила заключалась только в одном человеке. А на этом я буду прощаться с вами. До новых видео, друзья! Редактор субтитров А.Семкин